Десногорск Это меня заинтересовало, я захотела тоже попробовать это ощутить на собственной шкуре. Молодежь Десногорска примет участие в архитектуре таланта. Сводка криминальной обстановки в городе. Мы обязаны их научить, как правильно вести себя на дороге. Правила дорожного движения с детского сада. А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 3 апреля, согласно распоряжению главы, в Десногорске начался месячник по санитарной очистке города после зимы. Наши коммунальщики работы по уборке дорог и улиц ведут уже давно. Что уже сделано и что предстоит, расскажем в нашем сюжете. Служба благоустройства уже в марте, как только растаял снег, приступила к генеральной уборке города. Большая часть работ уже выполнена. Убрано центральная площадь, большое кольцо, территория возле администрации и много городских дорог. Ежедневно в службе благоустройства задействовано где-то 18 человек людей, рабочих, которые непосредственно работают именно во всем городе, но непосредственно, которые занимаются только генеральной уборкой, где-то всегда 6-7-8 человек. 6 единиц техники. Это у нас пылесосы, поливомоечные машины, подметальные щетки, ну и самосвальная техника. Помочь в уборке города призван и объявленный экологический месячник. В течение апреля трудовые коллективы предприятий и учреждений Десногорска будут наводить порядок на закрепленных территориях. Призываю всех выйти и свои территории убрать. Особенно к работникам торговли, чтобы они серьезно отнесли к этому делу. И все свои территории, не то, что там собрали бумажки, а убрали песочек и все остальное. Месячник по санитарной очистке города продлится до 26 апреля, а на 27-е назначен общегородской субботник. В Смоленске обсудили деятельность общественных советов, которые созданы для увеличения эффективности органов власти. Уполномоченный по правам человека в регионе Александр Капустин отметил, что недоверие со стороны граждан тормозит эту важную работу и призвал жителей сотрудничать с общественными советами. Была отмечена работа общественных советов при региональных департаментах соцразвития и здравоохранения. Их представители посещают подведомственные учреждения, отвечают на жалобы смолян и предоставляют руководству учреждений свои предложения. В лагере Соколья-гора прошло торжественное открытие первой в России профильной смены юно-армейцев. Для участия в мероприятии прибыли более 200 ребят из всех районов Смоленской области. Для них запланированы проведения спартакиад и сдача нормативов ГТО, тренинги, фестивали, квесты и мастер-классы. Также будут проходить встречи с известными смоленскими спортсменами, ветеранами, журналистами, представителями силовых структур и поисковых отрядов. Смена продлится две недели. По ее результатам будут выбраны лучшие юно-армейцы, которые представят Смоленщину на всероссийском слюте в Москве в мае. А в Десногорске 1 апреля в молодежном центре собралась творческая активная молодежь. Здесь прошел предварительный отборочный тур на профильную смену архитектуры таланта. Подробности в нашем сюжете. В работе молодежной политики есть одно замечательное направление – поддержка молодых талантов, молодежного творчества и, конечно же, работа с молодежными лидерами. Ежегодная смена архитектуры таланта – одна из ступеней этой работы. Последние несколько лет смена приобрела профессиональный уклон. Основное – знакомство ребят с будущими профессиями. Там проходят различные образовательные блоки, тренинги, мастер-классы. Подростки создают свои проекты и реализовывают их. Исключительно за счет поддержки. Дети видят, что он не один такой, что все остальные тоже, они ему готовы помочь. За счет, конечно, командного сплочения они добиваются просто неимоверных успехов. Больше 20 десногорских ребят от 14 до 17 лет изъявили желание принять участие в нынешней профильной смене архитектуры таланта. Они заполнили и сдали анкеты, которые вместе с портфолио будут направлены в Смоленск. Смоленская область в этом году сами будут представители администрации проводить творческий профильный отбор. Ну вот в том году мы создавали при администрации города свою экспертную комиссию. Ребята подавали свои портфолио, мы рассматривали и как бы уже делегацию направляли. В прошлом году 11 десногорских подростков побывали на архитектуре таланта. Некоторые из них хотят поехать туда и нынче. В прошлом году архитектура таланта носила название летней профориентационной смены. И мы проходили там вариативные курсы, к чему нас учили, чему-то новому нас учили. Потом мы заканчивали курсы, мы получали грамоты, дипломы. Я была на тракторе, я научилась водить трактор. В регионе отборочные туры будут проходить до конца мая, и только в июне будут известны результаты. Мы от души желаем нашим активным творческим десногорцам стать участниками архитектуры таланта 2017, собрать большую группу и проявить себя. Профильная смена традиционно пройдет в начале августа. В Смоленске около часа дня 1 апреля в бытовом помещении на первом этаже 10-этажного жилого дома по адресу улица Попова произошел взрыв. Как было установлено, причиной стало нарушение техники безопасности рабочими, производившими распилку металлической бочки в бытовом помещении на первом этаже. Пострадавших и разрушений нет. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. В деревне Карташевича Руднянского района Смоленин в пьяном угаре после ссоры с возлюбленной поджег ее дом. В результате пожара дом выгорел полностью. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» с возможным сроком заключения до 5 лет. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 112 административных правонарушений, в том числе 83 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечен один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечен 21 человек. В тройном ДТП в Рословском районе пострадали люди. Авария произошла на дороге в районе населенного пункта Коски. Столкнулись автомобили БМВ и два «Фольксваген-транспортер». Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из автомобиля БМВ двух мужчин 1985 и 1984 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы. С 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Это поможет защитить россиян от потенциально опасных медикаментов. В Смоленской области с 1 апреля установлен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Островский. Как отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС, этот документ определяет населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. В этот перечень вошли 29 городских и сельских поселений. В городе Десногорск сотрудники пожарно-спасательного гарнизона продолжают профилактическую работу с юными десногорцами. Обучающие занятия по пожарной безопасности для ребят проходят регулярно в детских дошкольных учреждениях. С наступлением весеннего пожароопасного периода в игровой доступной для детей форме обсуждаются такие темы, как детская шалость с огнем, пал травы, пожаробезопасное поведение при разведении костров. Не только знания по пожарной безопасности прививаются десногорским дошкольникам, но и знания правил дорожного движения и поведения на улице. Эти навыки помогут обеспечить безопасность детей, которые осенью пойдут в школу и будут самостоятельно передвигаться по улицам города. О том, в какой форме они преподносятся, мы расскажем в нашем следующем сюжете. В детском саду «Мишутка» правила дорожного движения воспитанники изучают в кружке «Светофорчик». 30 марта девятая группа провела открытое занятие для воспитателей и педагогов. В игровой форме дети продемонстрировали знания правил. Они определяли запрещающие и разрешающие знаки. Отвечали на каверзные вопросы ведущего занятия инспектора Мигалкина. Решали задачки и читали стихи на тему дорожного движения. А города по улице не ходят просто так. Когда не знаешь правила, легко попасть в посадку. Все время будь внимательным и помни наперед. Свои имеют правила шофер и пешеход. Вот в такой простой и интересной форме дети усваивают непростую тему правил дорожного движения. Педагоги стремятся дать им не только теоретические знания правил, но и привить умения и навыки поведения на улице. И мы думаем, что благодаря нашим систематическим занятиям детки наши будут грамотными пешеходами. Теперь дети твердо знают, что проезжую часть можно переходить только по пешеходному переходу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok